Здравствуйте, уважаемые президиумы, здравствуйте, дорогие коллеги. Ну, надо сказать, что у нас сегодня такая экстравагантная достаточно задача, потому что роль лучевой терапии в лечении рака щитовидной железы не очень велика, если мягко сказать. Но, может быть, когда мы думали о том, о чем же говорить вообще на эту тему, то, может быть, самое важное было бы сказать то, что сказано этим первым слайдом. Это результаты недавно опубликованной работы, несколько месяцев назад она была в зеленом журнале появилась, где оценивалась востребованность дистанционной лучевой терапии при злокачественных новообразованиях различной локализации. Я обращаю ваше внимание, что у больных раком щитовидной железы дистанционная лучевая терапия должна использоваться примерно в 4% случаев, не больше. И, может быть, самая главная задача и самая главная идея моего появления на этой трибуне заключается в том, чтобы сказать, что если кто-то часто и много ставит вопрос о проведении дистанционной лучевой терапии у больных высокодифференцированным медулярным раком щитовидной железы, то, наверное, стоит задуматься, что, может быть, это не совсем правомерная тактика поведения. Хотя некоторые идеи, которые, в общем, пока что являются абсолютными только идеями, я чуть позже поделюсь ими, может быть, если так можно сказать. Если говорить о стандартах, стандартов проведения дистанционной лучевой терапии у больных раком щитовидной железы на сегодняшний день практически не существует. Точно так же, как практически не существует рандомизированных исследований, которые бы подтвердили какое бы то ни было значение дистанционной лучевой терапии у больных раком щитовидной железы. Это, правда, не значит, что для нее нет никакого места. Но в целом вот таких убедительных, доказательных факторов на сегодняшний день нет. Если говорить о том, когда и у кого можно ставить вопрос о проведении дистанционной лучевой терапии, ну, у больных по пиллярным и фолликулярным раком это, в первую очередь, конечно, отсутствие накопления йода в опухоли и наличие распространенного процесса Т3-Т4. У этих пациентов, особенно если это люди уже зрелого возраста, тогда, когда нежелательные явления лучевой терапии, в общем, нанесут меньше вреда, чем у молодых, и тем более у детей, в этой ситуации можно рассматривать вопрос о том, что, может быть, стоит использовать дистанционную лучевую терапию в качестве вспомогательного средства лечения этой категории больных. Безусловно, положительный хирургический край, поражение обширных региональных лимфоузлов, особенно тогда, когда нет уверенности в том, что можно хирургически все радикально удалить. Вот это те ситуации, когда вопрос о дистанционной лучевой терапии может обсуждаться. Если говорить о адювантной дистанционной лучевой терапии, но мне известна только одна работа, где действительно было проанализировано, метаанализ был проведен, роль адювантной дистанционной лучевой терапии у больных дифференцированным раком щитовидной железы, и было показано, что действительно при наличии положительного края, при обширном процессе, при Т4-заболевании, если мы можем провести в радикальных дозах дистанционную лучевую терапию, то она может улучшить локальные контроли. Но, еще раз говорю, здесь нужно быть очень осторожным. При массивно-остаточной опухоли или ее рецидивах, здесь, конечно, вопрос, поскольку здесь вообще стандарты трудно использовать, и если это остаточные очаги не накапливают йод, то, конечно, здесь тоже можно ставить вопрос о том, что, может быть, дистанционная лучевая терапия, палеотивность что-то может помочь и что-то может сделать. Медулярная карцинома. Ну, естественно, тоже нет рекомендаций. И те же самые практические показания. Адювантная дистанционная лучевая терапия при массивно-остаточной опухоли, положительном хирургическом крае, Т3-Т4-заболевании, при экстракапсулярном росте. Ну и тогда, когда, например, после хирургического вмешательства, после так называемой хирургии спасения, нет уверенности в том, что действительно хирургия была выполнена радикально, можно ставить вопрос о том, что, может быть, дистанционная лучевая терапия может в чем-то помочь. Почему я так осторожно говорю? Потому что надо помнить о том, что рак щитовидной железы дифференцирован, естественно. Он достаточно радиорезистентен. И здесь должна всегда идти речь, если уж планировать лучевую терапию, то она должна планироваться в адекватном объеме и в адекватных дозах. А доза – это 70 грей. Это доза чрезвычайно высокая, которая ассоциируется с значительным риском серьезных нежелательных явлений. Тем более, это такая, в общем, непростая локализация голова и шеи, где очень много критических структур. И планировать проводить лучевую терапию в такой ситуации очень тяжело. Ну вот это вот анализ наших коллег западных, которые показали, что действительно в некоторых ситуациях одевантно-лучевая терапия может снижать риск регионарного рецидива и увеличивать локальный контроль. Это логично, но к этому все равно нужно относиться чрезвычайно осторожно. Ну вот это некоторые алгоритмы, которые я взял из большой учебной литературы, больших текстбуков, один из вариантов возможной роли дистанционной лучевой терапии у больных медулярным раком щитовидной железы. Но надо сказать, что всегда авторы очень осторожно говорят о том, что это только, ну если так можно выразиться, гипотеза или одно из предложений, потому что, безусловно, вопрос о целесообразности или нецелесообразности лучевого лечения в каждом конкретном случае должно решаться, в принципе, индивидуально. Если говорить об монопластической карциноме, слава богу, их не так много, то здесь, конечно, роль лучевой терапии, она более, так скажем, осязаемая, поскольку все равно все очень плохо и прогноз плохой. Единственный нюанс и единственная особенность лучевой терапии дистанционно в этом случае заключается в том, что эти опухоли, они как раз достаточно чувствительны к лучевой терапии, и они очень быстро растут, поэтому лучевая терапия в этом случае используется в режимах гиперфракционирования, то есть тогда, когда облучение проводится два, в некоторых случаях и более, раз в течение дня. Единственное, только нужно помнить, что промежуток между фракциями должен быть, ну не меньше 4-6 часов, лучше не меньше 6. Как правило, это химио-лучевое лечение, как правило, это лечение, которое проводится достаточно сложно, потому что большое количество нежелательных явлений, которые, в общем, мешают осуществлению терапии, но в целом она дает какой-то определенный палеотивный эффект. Если говорить об объемах, ну это такие уже лучевые понятия, но я хотел, чтобы вы посмотрели на них, потому что, чтобы стало понятно, что вообще в принципе мы можем и что мы должны облучать, если мы принимаем решение о том, что мы это делаем. Это, конечно, массивное, визуализируемое, чаще всего с помощью магнитно-резонансной томографии или компьютерной томографии образование, с некоторыми краями, с отступом примерно 1,5-2 см. И нужно помнить о том, что вот в этот объем желательно не должны попадать критические структуры. В первую очередь, конечно, в этой ситуации это спинной мозг. Дозы и фракционирование. Еще раз повторяю, что дозы должны использоваться высокие, и они, в общем, не должны быть меньше 60 игр, а чаще всего, если все-таки планируется какая-то более или менее радикальная дистанционная лучевая терапия, то они должны приближаться к 70 игр. Это высокая доза, которая, в общем, сопряжена с большим риском осложнений, и она должна очень тщательно планироваться и очень тщательно подводиться. Исключение составляют анопластические карциномы, при которых доза меньше, но режим подведения доза очень агрессивный. Теперь немножко хотел просто показать, каким образом все это происходит. Но вот это тот минимум, который нужен для того, чтобы проводить дистанционную лучевую терапию у больных раком щитовидной железы. Это симулятор, это аппарат, который позволяет нам видеть фактически на экране, куда пойдут лучи при проведении дистанционной лучевой терапии, и позволяет более точно планировать облучение. Конечно, гораздо интереснее, гораздо правильнее и точнее можно выполнить лучевую терапию, если есть другое устройство для планирования лучевой терапии, и виртуальный симулятор, он же компьютерный томограф. Здесь алгоритм несколько сложнее. Пациент укладывается на этот виртуальный симулятор, выполняется компьютерная томография, и дальше по этим полученным компьютерным томограммам планируются уже более сложные варианты облучения, вплоть до стереотоксической лучевой терапии. Ну вот это уже аппарат для осуществления такой настоящей хорошей дистанционной лучевой терапии, в том числе стереотоксической. И, наконец, я хотел показать, это вот мультилепестковые коллиматоры, в чем основная идея вот этого облучения, будь то стереотоксическая лучевая терапия, будь то комформная лучевая терапия с использованием мультилепестковых коллиматоров, она позволяет получать очень сложные конфигурации полей, которые, в свою очередь, позволяют получать очень деликатное, очень точное и адаптированное под конкретные нужды конкретного пациента распределение дозы. Ну и, наконец, мне хотелось показать брахиотерапию по одной единственной причине. Вообще брахиотерапия не используется при лечении больных раком щитовидной железы, а, может быть, можно сказать, на сегодняшний день не используется при лечении больных раком щитовидной железы. Но особенность этого вида лучевой терапии заключается в том, его условно можно отнести тоже к дистанционной лучевой терапии, что она позволяет облучать опухоль как бы изнутри, то есть вводится при внутритканевой брахиотерапии иголки в опухоль, и дальше в эти иголки уже поступают источники облучения. Преимущество основное заключается в том, что она позволяет подводить очень высокие дозы на опухоль при минимальной нагрузке на окружающие нормальные ткани. Почему я решил показать, в частности, этот слайд? А он, наверное, последний практически. Потому что бывают ситуации, и мы с этим сталкивались, когда даже у пациентов, у которых нет йод, даже у пациентов не йод негативных, метастатические очаги, они могут иметь разный объем. И иногда метастатические очаги, некоторые из них, достигают достаточно большого объема. Контролировать эти очаги с помощью только радио-йод терапии, мне так кажется, я могу сильно ошибаться, достаточно трудно. И в этой ситуации дополнительное использование наружного облучения в виде дистанционной лучевой терапии, или стереотоксической лучевой терапии, или внутритканевой брахиотерапии, они могут существенно помочь специалистам в области системного радио-йод лечения для того, чтобы достигать максимального эффекта в отношении опухолевой ткани. Ну и вот я просто еще раз хотел показать, это вариант стереотоксического облучения лимфатических узлов пораженных. Действительно, мы можем очень точно, с очень высоким градиентом дозы, подводить высокие дозы облучения на ограниченные объемы. И вот об этом, конечно, нужно помнить. И когда вы чувствуете, что, может быть, одной радио-йод терапии не хватает для того, чтобы достигнуть стойкого контроля над заболеванием, вот здесь со специалистами в области дистанционной лучевой терапии можно говорить о том, что, может быть, такая комбинация будет перспективной. Спасибо за внимание. Спасибо. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, пожалуйста, Свет. Я хотел бы отметить достаточно взвешенный, объективный доклад Сергея Николаевича. Не так часто мы видим специалистов, которые достаточно, ну, скромно так понимают, подчеркивает роль лучевой терапии. Но, тем не менее, мне кажется, есть целый ряд обстоятельств, которые именно дистанционная луча и терапия может быть таким очень важным и достаточно эффективным методом лечения. Так, пожалуйста, какие будут вопросы к Сергею Николаевичу? Пожалуйста, Владимир Григорьевич Лемихов. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, радиочувствительность медулярного рака как-нибудь отличается от радиочувствительности других нейроэндокридных опух? Или нет? Ну, на этот вопрос могу сказать, у нас не очень большой опыт вообще лечения больных раком щитовидной железы и в том числе медулярным раком. Просто это единичные больные. Но в целом при медулярном раке дозы, которые требуются для контроля над заболеванием, они тоже находятся в границах 60-70 грей, что характеризует его как достаточно резистентное новообразование, к сожалению. То есть, вероятно, это обычный нейроэндокридный рак, имеющий локализацию в щитовидной железе и в этом плане не отличающийся, по Вашему мнению... С точки зрения чувствительности к лучевой терапии, это абсолютно верно. Спасибо большое.